Анна Ахматова. Те же неизбежные глаза. Она притягивала к себе странные сближения, невероятные совпадения. 11 по старому стилю 23 июня 1889 года на Хрустальной улице в дачном предместе Одессы она появилась на свет. В 1900 поступила в Мариинскую женскую гимназию в Царском селе. Там она проводила зимы, а лето в Крыму. Но гимназию окончила в Киеве, где в пятилетнем возрасте, неподалеку от Мариинского же дворца, нашла булавку в форме лиры, и няня сказала, что девочка будет поэтом. Ее отцом был флотский инженер-капитан Андрей Антонович Горенко. Ее считали украинкой за фамилию, что досталось от прадеда, черноморского казака. Хотя большую часть жизни она прожила в мрачнейшей из столиц, писала по-русски и лишь немного занималась переводами Павла Усенко и Ивана Франка. На вопрос, трудно ли писать стихи, отвечала. Или их кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует, просто невозможно. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз, проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный, и, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда, но, как во сне бывает, там все другое. Люди, вещи, стены, и нас никто не знает. Мы чужие. Мы не туда попали, Боже мой. Равнодушная к своей бесславной славе, однажды она призналась подруге, что в Стокгольме не исключают ее награждения Нобелевской премией. «Стокгольм! Какая провинция?» – отозвалась та. Об этом пишут в Париже и Нью-Йорке. Несколько обескураженная, она приняла скопаться в сумочке. «Париж, Нью-Йорк! Все-все провинция! Не провинциальна одна только Библия!» – философски заключила подруга. Они подружились во время эвакуации в Ташкенте. Подруга была настоящим философом Фаиной Раневской. И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли б вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему. Северные элегии Переломным событием XX века стал революционный 1917 год. Для одних это было восстание грозного прошлого, преодоление которого означало спасение, для других – освобождение будущего. Для Анны Андреевны Ахматовой и многих ее современников – неизбежность настоящего. Провидение. Рок. Судьба. Высокомерьем дух твой помрачен, и оттого ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера наша Соны Марьева – столица эта. Ты говоришь, моя страна грешна, а я скажу, твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит вина, все искупить и все исправить можно. Вокруг тебя и воды, и цветы. Зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты. Ты смерти ищешь, и конца боишься. 1 января 1917. Слепнёва. Муза-сестра заглянула в лицо. В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет, каким опытом будет знаменательна его жизнь, какой славой или недугом порадует или разобьет история. Не знает даже поэт, хотя прежде других прозревает неизбежность. Ведь именно эстетический факт в его стихотворной форме, преодолев темпоральную смысловую ограниченность слова, сохраняет свою ценность на все времена. В 1905 году Инна Эразмовна Горенко в девичестве Стогова развелась с мужем, забрала детей и переехала в Евпаторию. Дети были склонны к туберкулезу, а климат Крымского полуострова как нельзя более подходят для лечения и профилактики тяжелого заболевания. Курс предпоследнего класса в гимназии Анна проходила дома в отрезанном от мира приморском городке, куда отзвуки революции 1905 года доходили глухо. Юная поэтесса тосковала по царскому селу и писала по ее словам великое множество беспомощных стихов. Я родилась в один год с Чарли Чаплиным и Крейцеровой сонатой Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии, 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь, 23 июня, Мидсаммер Найт. Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Матавиловой. Ее мать была чингизиткой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. Родилась я на даче в Саракине, большой фонтан, 11-я станция Поровичка, около Одессы. Дачка эта, вернее избушка, стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли, рядом с почтой. Морской берег там крутой и рельсы Поровичка шли по самому краю. Когда мне было 15 лет, и мы жили на даче в Луздорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракине, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала, «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала!» Сказала она. Анна Ахматова продала слово. У самого моря Бухты изрезали низкий берег. Все паруса убежали в море. А я сушила соленую косу. Заверстула от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба. Ко мне прилетала белая чайка. А я была дерзкой, злой и веселой. И вовсе не знала, что это счастье. В песок взрывала желтое платье, Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга. И уплывала далеко в море. На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока Уже сиял переменным светом. И мне монаху ворот Херсонеса говорил, «Что ты бродишь ночью?» Ей суждено было отмечать в июне рождение, в декабре крещения, в феврале день Святой Великомученицы Анны. Каждое лето с 1896 по 1903 год Анна проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Семья жила около древнего Херсонеса, самого сильного ее впечатления, которое спустя 9 лет легло поэму «У самого моря». Говорить о детстве легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как в детстве. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим слишком счастливыми, и то и другое обычно вздор. Детям ни с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное – не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека. И существуют люди, которые в нее и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют. Разве это был я? Анна Ахматова про Дома Суа Знали соседи, я чулю воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место, и люди напрасно не трудились. Я собирала французские пули, как собирают грибы и чернику, и проносила домой в подоле осколки ржавые, бомб тяжелых. И говорила сестре сердита, когда я стану царицей, выстрою шесть броненосцев и шесть канонерских лодок, чтобы бухты мои охраняли до самого фиолента. А вечером перед кроватью молилась темной иконке, чтоб град не побил черешин, чтоб крупная рыба ловилась, и чтобы хитрый бродяга не заметил желтого платья. Начальные строки поэмы навеяны итальянскими стихами Александра Блока. С ней уходил я в море, С ней забывал я берег. Она услышала. Бухты изрезали, Все паруса убежали в море. Об этом свидетельствуют записанные книжки Анны Ахматовой. Эти ритмические повторы Блока, Как ветер с моря, В перекличке с языческим детством Лирической героини у самого моря. Языческое детство. В окрестностях этой дачи Отрада, Стрелецкая бухта, Херсонес, Непосредственно отсюда Античность, Эллинизм, Я получила прозвище Дикая девочка, Потому что ходила босиком, Бродила без шляпы и так далее. Бросалась с лодки В открытом море, Купалась во время шторма И загорала до того, Что сходила кожа И всем этим шокировала Провинциальных севастопольских барышей. Однако в царском селе Она делала все, Что полагалось в то время Благовоспитанной барышни. Умело, сложив по форме руки, Сделать реверанс, Учивая и коротко Ответить по-французски На вопрос старой дамы, Говела на Страстной В гимназической церкви. Изредка отец брал ее С собой в оперу В гимназическом платье В Мариинский театр ложа. Бывала в Эрмитаже, В музее Александра Третьего И на картинных выставках, Весной и осенью В Павловске на музыке, В вокзал, Музеи и картинные выставки, Зимой часто на катке В царско-сельских парках Тоже античность, Но совсем иная статуя. Читала много и постоянно, Большое, по-моему, влияние На нее оказал тогдашний Властитель дум Кнут Гамсун Загадки и тайны. Пан Виктория меньше. Другой властитель, Ипсен, Училась в младших классах плохо, Потом хорошо, в гимназии всегда тяготилась, В классе дружила только с Тамарой Костылевой, С которой не пришлось больше встретиться в жизни. Бухты изрезали низкий берег, Дымное солнце упало в море, Вышла цыганка из пещеры, Пальцем меня к себе поманила. Что ты, красавица, ходишь, босса? Скоро веселой, богатой станешь. Знатного гостя жди до Пасхи, Знатному гостю кланяться будешь, Ни красотой твоей, ни любовью Песней одною гостя приманишь. Я отдала цыганке цепочку И золотой крестильный крестик, Думала радостно. Вот он, милый, Первую весть о себе мне подал. Субтитры создавал DimaTorzok Поэма была написана в 1914 году в Слепнёве имении матери Николая Степановича Гумилёва, где Анна простила со своей херсонеской юностью с дикой девочкой и узнала железный шаг войны. Там же по плану, намеченному проведением, были сочнены еще полторы сотни стихов эстетических фактов ее бытия. В семье никто, вколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогов. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее. Моего предка, хана Ахмата, убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилась на Руси монгольская игра. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом. Одна из княжен Ахматовых, Прасковья Егорова, в 18 веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Матавилов. Егор Матавилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна, моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь ее меня назвали Анной. Из ее ферраньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы. Записные книжки Анны Ахматовой Были мы с сестрой однолетки и так друг на друга похожи, что маленьких нас различала только по родинкам наша мама. С детства сестра ходить неумела, как восковая кукла лежала. Ни на кого она не сердилась и вышивала плащеницу, бредила даже во сне работой. Слышала я, как она шептала, плащ Богородицы будет синий. Боже, апостолу Иоанну жемчужин для слез достать мне некий. Херсонес – главное место в мире, и я последняя херсонитка, думала она, находя осколки древнегреческого поселения. Когда девочке было семь лет, она прямо так, сверху, нашла кусок мрамора с греческой надписью. Ей заплели косу, обули и повели дарить его музею. «Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы», вспоминала ее слова Лидия Корнеевна Чуковская. «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лифт, две юбки, одна из них крахмальное и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя и на берег. И тут появлялось чудовище. Я в платье на голом теле, босая, я прыгала в море и уплывала часа на два, возвращалась, надевала платье на мокрое тело, платье от соли торчало на мне колом и так, куда латая, мокрая, бежала домой». Записки о бане Ахматы Дворик зарос лебедой и мятой, ослик щипал траву у калитки, и на соломенном длинном кресле Лена лежала, раскинув руки, все о работе своей скучала. В праздник такой грешно трудиться и приносил к нам соленый ветер из Херсонеса звон пасхальный. Каждый удар отдавался в сердце, с кровью по жилам растекался. «Леночка», — я сестре сказала, «я ухожу сейчас на берег. Если царевич за мной приедет, ты объясни ему дорогу, пусть он меня в степи нагонит, хочется на море мне сегодня». «Где же ты песенку услыхала, ту, что царевича приманил?» Глаза приоткрыв, сестра спросила. «В городе ты совсем не бываешь, а здесь не поют такие песни». К самому уху ее склонившись, я прошептал. «Знаешь, Лена, ведь я сама придумала песню, лучше которой нет на свете». И не поверила мне, и долго, долго с упреком она молчала. Песня, молитва и любовь – мотивы лирики молодой Ахматовой. Ожиданием любви, как вхождение в сад сквозной, осенний, нежный, проникнута фабула первой поэмбол. Много позже она признается, что успеть записать одну сотую того, что думается, было бы счастье. Многое из прошлого настолько окаменело в памяти, что могло исчезнуть только вместе с поэтом. «Бог мой, как я стара, я еще помню порядочных людей», – восклицала ее подруга. Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет. Оно было чудовищным, но уже раньше отец называл меня почему-то декадентской поэтессой. Кончать мне пришлось, потому что семья переехала на юг, уже не царско-сельскую гимназию, а киевскую, фундуклеевскую, в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на киевских высших женских курсах. Все это время, с довольно большими перерывами, я продолжал описать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, песня «Последние встречи» – мое двухсотое стихотворение. Ахматова про дома Сула. Стихотворений, написанных в 11 лет, разумеется, не сохранилось. Но отставной инженер-капитан второго ранга Андрей Антонович Горенко несомненно был прав. Ненарочно, шутя, он разглядел в дочери декаденскую поэтессу. Музи Муза, сестра, заглянула в лицо, взгляд ее ясен и ярок, и отняла золотое кольцо первый весенний подарок. Муза, ты видишь, как счастливы все девушки, женщины, вдовы лучше погибнут на колесе, только не эти оковы. Знаю, гадая, и мне обрывать нежный цветок маргаритку, должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Жгу до зари на окошке свечу и ни о ком не тоскую, но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую. Завтра мне скажут, смеясь, зеркала, Зор твой не ясен, не яро. Тихо отвечу. Она отняла Божий подар. 10 октября 1911. Царское село Первая публикация поэмы «У самого моря» состоялась в 1915 году в третьем номере журнала «Аполлона», редактором отдела поэзии которого в 1909-1914 годах был Гумилёв. Самое замечательное в поэзии Ахматовой – стилистик. Гумилёв полагал, что в стиле Бог показывается из своего творения. Поэт даёт самого себя. Такова Ахматова. Она почти никогда не объясняет, она показывает. Достигается это и выбором образов, очень продуманным и своеобразным, но главное – их подробная разработка. Эпитеты, определяющие ценность предмета, как то – красивый, безобразный, счастливый, несчастный и т.д. встречаются редко. Николай Гумилёв Письма русской поэзии Гумилёв был представителем новейшей критики. Непонятное большинство русских читателей предшествующего столетия почитал честных народников просто навозом и полагал, что современность принадлежит декадентам. Царскосёлу Эриху Галербаху он говорил «Знаете, ещё не так давно было два рода критиков. Одни пили водочку, пели Гаудааму Сугитур и презирали французский язык. Другие читали Малермая, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное бельё и невежество. Так вот, честные народники просто навоз сейчас уже никому не нужны. А из якобы прогнивших декадентов вышла вся сегодняшняя литература». Николай Гумилёв Письмо русской поэзии У самого моря Солнце лежало на дне колодца, грелись на камнях скалопендры И убегало перекати-поле, Словно паяц горбатый, кривляясь. А высоко взлетевшее небо, Как богородицин плащ, синело. Прежде оно таким не бывало. Лёгкие яхты с полдня гонялись, Белых бездельниц Столпилось много У константиновской батареи. Видно, им ветер нынче удобный. Тихо пошла я вдоль бухты к мысу К чёрным, разломанным, острым скалам, Пеной покрытым в часы прибоя И повторяла новую песню. Знала я, с кем бы царевич ни был, Слышит он голос мой, смутившись. И оттого мне каждое слово, Как божий подарок, было мило. Первая яхта не шла, Летела и догоняла её вторая, А остальные едва меднелись. Отдельным изданием поэма вышла в 1921 году В петроградском издательстве «Алконост». Вызванная к жизни стихами Блока Произведение декадентской поэтессы Породила ещё одну художественную идею. Девочку Ассоль в романе Феерия Александра Гринала и Паруса Это 1923 год. Светлая вера, которая в торжество детской мечты Не разбивается о прибрежные скалы. Иное в поэме, Предвещающий конец безоблачной юности В канун поминальных дней. Как я легла у воды, не помню, Как задремала тогда, не знаю, Только очнулась и вижу парус Близко полощется. Передо мною по пояс стоя В воде прозрачной шарит руками Старик огромный в щелях Глубоких скал прибрежных. Голосом хриплом зовёт на помощь. Громко я стала читать молитву, Как меня маленькую учили, Чтоб мне страшно и не приснилось, Чтоб в нашем доме бед не бывало. Только я молвила, Ты, хранитель, Вижу, в руках старика белеет что-то, И сердце моё застыло. Вынес моряк того, Кто правил самой весёлой Крылатой яхтой И положил на чёрные камни. Престежная косила глазом И классически выгибала шею, Вспоминала она. Стихи шли легко, Свободной поступью. Я ждала письма, Которое так и не пришло, Никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне. Я разрывала конверт, Но оно или написано На непонятном языке, Или я слепну. Анна Ахматова пробовала ссор. Старый, эйх, Тогда ещё юный литературовед Борис Михайлович Эхенбаум Полагал, Что поэма Скорее свод ранней лирики, Чем самостоятельный эпос. В ней недаром повторяется Целый ряд слов И стилистических деталей, Знакомых по её лирическим сборникам, Вышедших к 1915 году. И хотя белый стих Ахматовой Звучит с автобиографической убедительностью, Эхенбаум настаивал, Что автобиографические намёки, Попадая в поэзию, Перестают быть личными И тем дальше отстоят От реальной душевной жизни, Чем ближе её касаются. Предать стихотворениям Конкретно биографический И сюжетный характер Это художественный приём, Контрастирующий С абстрактной лирикой символистов. Лицо поэтов поэзии Маска, Чем меньше на нём грима, Тем резче ощущение контраста. Получается особый, Несколько жуткий, Похожий на разрушение Сценической иллюзии, Приём. Эхенбаум Анна Ахматова Опытом наста Долго я верить себе не смела, Пальцы кусала, чтобы очнуться, Смуглый и ласковый мой царевич Тихо лежал и глядел на небо. Эти глаза зеленее моря, И кипарисов наших темнее, Видела я, как они погасли. Лучше бы мне родиться слепою, Он застонал, невнятно крикнул, Ласточка, ласточка, Как мне больно! Верно, я птицей ему показалось. Эстетический факт – это форма, Только форма, Утверждал итальянский неогигельянец Бенедетто Крочер. Искусство виделось ему Высшей формой интуитивного познания, Создаваемого фантазией И порождающего образа. В совершенном поэтическом произведении Все моральные и житийские проблемы Перерабатываются на языке образов В эстетические. И что самое поразительное, Находят свое, Пусть оправданно исключительно художественными средствами, Решение. А можно ли их решить по-другому? На основании опыта, логики Или, скажем, науки? Позитивисты, экономисты, Честные народники И революционеры уверяли, что да. Только практическое применение С их точки зрения Могло свидетельствовать Об истинности социальной теории И возможности ее осуществления. Впрочем, как и об ошибочности, В чем они были абсолютно уверены, Чистого эстетизма. Эстеты, какие-то французы в манжетах, Между тем не скрывали, Что практика может оказаться Столь же обманчивой, Как и целая жизнь Одного, другого, третьего Не самых необразованных поколений. И полагали, что в свете Критерия полноценности поэзии Любую духовную деятельность Следует гармонически подчинить Художественной интуиции. Думали нищие мы, Нет у нас ничего, А как стали Одно за другим терять, Так сделался каждый день Поминальным днем, Начали песни слагать О великой щедрости Божьей Да о нашем бывшем богатстве. 1915. Из песни слова не выкинешь. Измените в поэме несколько стров, И это будет иная поэма. Тождество произведения Самим собой Порой единственный положительный критерий Литературной критики. По мнению Крочи, Именно это изначальное Тождество Обусловливает Познание Неповторимого Лирического своеобразия Произведения искусства. Лиризм, Как замысел Абсолютного духа, Итальянский философ Находил даже в архитектуре. Автору манифеста Антифашистской интеллигенции И основателю института исторических исследований, В своем доме В Неаполе Казалось, Было известно, Что живо И что умерло Философии Гегеля К началу прошлого века. В 1914. К моменту написания поэмы У самого моря Гумилев Отнесся к стихотворному Опыту Ахматовой Как к безусловному Эстетическому факту И даже просил Посвятить поэму ему. Белые стихи писать труднее, Чем в рифму Сказала она И поэму никому Посвящать не стала. Все души мил На высоких звездах. Как хорошо, Что некого терять И можно плакать. Царскосельский воздух Был создан, Чтобы песни повторять. У берега серебряная ива Касается сентябрьских Ярких вод. Из прошлого восставший Молчаливо Ко мне навстречу Тень моя идет. Здесь только лир Повешено на ветки, Но и моей Как будто место есть, А этот дождик Солнечный и редкий В небу тишень И благая весть. Осень 1921. Царское село. В сущности Никто не знает, В какую эпоху Он живет. Так и мы не знали В начале десятых годов, Что жили накануне Первой Европейской войны И Октябрьской революции. Увы. С конца 19 века, То есть за 60 лет, Меньше всего изменилась одежда И больше всего Способы передвижения. Человек, В особенности бедно одетый, Может кое-как Надеть костюм и пальто 90-х годов, Но выехать в Шарабане Вместо Победы Или Москвича Невозможно. Мне было 10 лет, И мы жили одну зиму В доме Дауделя Угол Средний И Леонтьевской В царском селе. Живший Где-то поблизости Гусарский офицер Выезжал на своем красном И дикого вида автомобиле, Проезжал квартал Или два, Затем машина портилась, И извозчик Вез его с позором домой. Тогда никто не верил Возможность автомобильного И тем более воздушного сообщения. Когда в прошлом году Ставили в кино Горьковскую мать, Никому не пришло в голову справиться, Как в самом деле Одевались Участницы революционного движения Того времени И нарядили их В парижские модельки 60-х, кажется, годов. Очень интересно было бы Посмотреть, Как барышня в таком же виде Пришла бы агитировать рабочих И что бы они ей сказали. Я пробовала протестовать, Но Алеша Баталов, Который играл Павла, Только рукой махнул. Ну, это вы одна, помните? Почему я одна? Ахматова продумасула. Срезневский говорил, Рассказывала она, Провожая подругу До дверей коммунальной квартиры. Такие маленькие ручки, Что на них нельзя надеть наручники. А вот и надели. И не на руки только, А на всю мою жизнь. Лидия Корнеевна-Чуковская Записки о Банне Ахматовой 2 июля 1960 года В сумерки я домой вернулась. В комнате темное было тихо, И над лампадой стоял Высокий, узкий, Малиновый огоненчик. Не приходил за тобой, царевич, Лена сказала, Шаги услышав. Я прождала его до вечерней И посылала детей на пристань. Он никогда не придет за мною, Он никогда не вернется, Лена. Увер сегодня, мой царевич. Долго и часто сестра крестилась, Вся, повернувшись к стене, Молчала. Я догадалась, что Лена плачет. Слышала я над царевичем пели «Христос воскресе из мертвых». И несказанным светом сияла Круглая церковь. Круглая церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok